Праздник спорта в Харькове. Местная школа, которая выпустила ни одного чемпиона мира, получила второе дыхание. Многие годы чиновники о ней не вспоминали, и вот недавно издание материально-техническую базу обновили. На отремонтированной спортивной арене побывали и наши корреспонденты. На легкоатлетическом манеже спортшколы ХТЗ идут тренировки. Здесь мы вырастили чемпиона мира Богдана Бондаренко. Это мой ученик в этом секторе. Талантливых детей тренеры ищут буквально на улицах. Я в школе на уроке, к нам пришла мой тренер, который меня сейчас тренирует. И он на нас посмотрел и выбрал меня, сказал, чтобы я приходила на тренировку. Хочу попробовать на олимпийскую чемпионку по прыжкам в длину. Больше 30 лет спортивная школа находилась в упадке. И, конечно, уже спорт не было сложно заниматься. И сложно было назвать эту школу, потому что зимой было холодно. Кроме были дыры, особенно манеж, который был 17 градусов. Сейчас школу обновляют. Уже восстановили два зала для бокса, тяжелой атлетики и настольного тенниса. Зробим все для того, чтобы было комфортно заниматься спортом. Почали и уже завершили ремонт даху. Зовнішние всі повністю работы, внутрішні примещения, повністю поминяны коммуникации. Продолжим работу щодо покриття. Зробим якісное и сучасное покриття для біговой дорожки. И будем продолжать ремонтирование. Зробим все в спортивных закладах и спортивных будильках на 100%. На обновленном ринге юные боксеры фотографируются со своим кумиром, чемпионом Александром Гвоздиком. Александр тоже начинал в харьковских залах. Тогда залы на самом деле выглядели не так красиво, как сейчас. Ну, это, наверное, закаляет характер с детства. Таких условий не было. Чем лучше условия, тем больше возможностей для тренировок. Новых побед пожелала юным спортсменам и певица Злата Огневич. Летом ребята будут отдыхать, а осенью спортарена уже начнет принимать чемпионаты Украины и европейские первенства. Юлия Косян, Светлана Шакера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков.